Шоколад является любимым лакомством сладкоежек всего мира. Его многовековая история наполнена неисчислимыми версиями создания, авторством, а главное магией, вкусов и форм. Существует легенда, что первыми, кто придумал готовить из какао-бобов шоколад, были ацтеки. За изысканный и ни с чем не сравнимый вкус они дали ему название «пища богов». А вот согласны ли брещане с таким мнением, и знают ли они о существовании сладкого дня, мы поинтересовались у жителей областного центра. Вы знаете, какой самый сладкий праздник в июле 11-го числа отмечается? Не знаю. Всемирный день шоколада. Вы шоколад любите? Ну да. Какой ваш любимый? Чёрный. Сладкий праздник 11-го июля. Честное слово, не знаю. А шоколад вы любите? Обожаю. Нет, нет, нет. 11-го июля. День рыбака? Нет. Это всемирный день шоколада. Ой, как мы забыли. Любим. Я люблю чёрный шоколад. Может, конфет какой? Красный конфет? Семерный день шоколада. А вы любите шоколад? Ну, конечно. Горький очень люблю. День шоколада. О существовании сладкого праздника подавляющее число респондентов не знают. Но вот слабость к шоколаду испытывают 100% опрошенных. Чтобы рассказать горожанам о тонкостях приготовления конфет, мы обратились к человеку, который о шоколаде знает, кажется, всё. Мы поняли, что людям недостаточно просто каких-то избитых форм и видов фигурного шоколада, которые, в принципе, в Беларуси к этому времени начали делать уже достаточно большое количество больших и маленьких организаций, ремесленников, самозанятых. И мы поняли, что надо делать свои формы. Все последние конфеты, 80% последних конфет, начинки связаны со славянским каким-то началом, с белорусским началом. Для того, чтобы можно было смело иностранному гостю, иностранному туристу, который всё больше и больше появляется у нас на Советской, можно было смело дать такую конфету, которую он никогда раньше в жизни, но нигде он не мог её попробовать. Белый шоколад с начинкой из мускатной тыквы и зёрнами горчицы, черноплодной рябиной и вялеными помидорами черри – такой ассортимент удивит любого гурмана. Фантазия мастера приводит к весьма неожиданным результатам. На создание конфеты уходит день, а вот на то, чтобы придумать, с чем будет новая конфета, это настолько творческий процесс, что невозможно, её можно вынашивать месяц, два, три, четыре год. Как видим, муки творчества свойственны не только поэтам, но полученный конечный продукт точно подарит непередаваемые впечатления брещанам и станет прекрасным напоминанием о нашем городе для туристов. К тысячелетию всё, что мне было доступно с точки зрения исходных материалов, по большому счёту мы сделали. Это наши гербы, шесть видов, город фонарей, город спорта, город любви, город перомоги, Брест, тысяча год. Они есть, они выполнены в шоколаде, они готовы. Возможно, в ближайшем будущем наш город будет ассоциироваться у брещаных гостей не только зеленью городских скверов и красотой улиц, но и с шоколадом. А 11 июля станет хорошим поводом для сладкоежек приехать к нам. Но пока... Я желаю всем наслаждаться прекрасным вкусом шоколада, но не набирать лишние калории. Кушайте шоколад, не ходите к стоматологу, чтобы ваши зубы готовы к новому вкусу шоколадка. Чтобы 11 июля было всегда. Вот так. Чтобы не кушали шоколад каждый день. 5 миллионов килограмм шоколада. Чтобы они себе накупили столько шоколада, чтобы им хватило на год. Наталья Луговкина, Олег Короткевич, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Телекомпания Бук-ТВ.